Здравствуйте, это канал газеты Рязанские ведомости и Дмитрий Соколов с обзором событий недели. Производители яиц, а также Минсельхоз, получили свою порцию общественного внимания после взлета цен на социально значимый продукт. Теперь такого же всплеска интереса захотели рыбаки и производители селедки, потому что им стало обидно, сельдь под шубой по популярности ничем не уступает салату оливье. По сведениям газеты Коммерсант, переработчики рыбы уже уведомили торговые сети о намерении повысить цены в ближайшее время на 10% из-за уменьшения импорта и снижения вылова. Но вряд ли эта тема станет столь же популярной, как яичная. 10% – это не 40%, да и время упущено. Близость праздника делает граждан все менее восприимчивыми к новостям. Оставшиеся до боя курантов считанные дни многие живут с одной мыслью, чтобы от них побыстрее отстали, прекратили мучить работы, конференциями, круглыми столами, подведениями итогов и отпустили якобы белых голубей на свободу, к елкам, детям, внукам, жареным гусям, в баню, в уютный мир кино про иронию судьбы или хотя бы просто погулять по улице и полюбоваться гирляндами. Все уши прожужжали нам разговорами об искусственном интеллекте, вот пусть теперь и потрудятся за нас в эти предновогодние дни. Сайт Грамота.ру опубликовал главное слово 2023 года. Проанализировав частотность запросов, специалисты определили, что самым популярным стало слово нейросети. В этом же списке некое слово имба, пришедшее из игровой среды и вообще означающее чат-бот с искусственным интеллектом, который работает в режиме диалога. У меня эти выводы экспертов вызывают, честно говоря, сомнения. Но ведь так можно превратиться в закоренелого скептика и не поверить даже выводам в ЦИОМ. Изучив показатели социального самочувствия россиян в 2023 году, знатоки общественного мнения поспешили порадовать нас свежими данными о том, что жизнь становится лучше, лучше и лучше. За год доля россиян, которые назвали «жизнь в стране хорошей», увеличилась с 56 до 65%. На 7% уменьшилось число граждан, считающих жизнь в стране плохой, и теперь таковых только 29%. Вы к какой группе себя причисляете? Естественно, что при такой-то хорошей жизни выросли и средние планируемые траты на проведение Нового года. Они составят в среднем 54 тысячи рублей. Это исторический максимум, с гордостью говорят социологи. А цена новогоднего стола, по данным в ЦИОМ, вырастет всего-то на 3,6 тысяч рублей. Неужели сейчас сомневаетесь в достоверности результатов опросов? Не все аналитики хлопают в ладоши от радости, посмотрев телевизор. Некоторые почесывают в задумчивости затылок. Уж они-то догадываются, что спрос растет в ответ на высокие инфляционные ожидания. Россияне опасаются, что рубль в 2024 году обесценится на 12%. Эти данные приводит фонд «Общественное мнение». Не случайно в ноябре резко подскочили продажи бытовой техники. А спрос на ее установку в Рязани, по сведениям российской газеты, увеличился на 182%. Среди городов страны это самый высокий показатель. Кто-то уже получил подарки, а кто-то о них только мечтает. Жители дома на улице Почтовой, где в подвальном помещении открылся караоке-бар, были бы рады получить в подарок тишину. Ночью от песен посетителей бара не самкнуть глаз. И всего-то требуется обеспечить соблюдение установленных правил в отношении таких развлекательных заведений. Но один большой подарок улица Почтовая уже получила. Министерство цифрового развития на днях сообщило, что за порядком на улице будут следить 47 камер с функцией биометрии и 12 обзорных камер, которые подключат к системе общественной безопасности с использованием искусственного интеллекта. Похоже, слово нейросети действительно рулит. А у фонда капремонта с подарком не заладилось. Хотели приобрести легковой автомобиль за 7 с лишним миллионов рублей, объявили тендер, но не судьба. Павел Молков поручил его отменить. «Покупка автомобилей – это точно не то, с чего надо начинать работу по обновлению фонда капремонта Рязанской области», сказал губернатор, неделю назад раскритиковавший эту организацию, где к тому же замечен перекос в сторону увеличения административного аппарата. Многие рязанцы, как и ожидалось, восприняли этот шаг с чувством глубокого удовлетворения, потому что увидели в нем проявление справедливости, а это тоже своего рода подарок обществу. За жизнью рязанцев в городе будут отныне наблюдать не только грибы, но и пироги. На одном из элементов скульптурной композиции «Хлебная площадь», которую установили во вторник на площади Ленина, можно увидеть пироги с глазами. В общем, тема одушевленной еды получила в Рязани дальнейшее развитие. Национальные мотивы звучали в эти дни на праздничных елках с подарками к Якубовичу на новогодний выпуск «Поле чудес» уже выезжает из Рязани узбекский Дед Мороз Корбобо. Его участие в съемках передачи анонсировали на заседании Совета по гармонизации межэтнических отношений. А мы-то думали, почему это в Рязани так резко потеплело. Это Корбобо собрался в дорогу, откармливает своего ишака и подбирает самую красивую тюбетейку. Синоптики обещают, что в область отрицательных значений температура вернется на следующей неделе. Погода будет комфортной для прогулок, как раз такой, чтобы без спешки полюбоваться световыми украшениями, чей облик в этом году претерпел значительные изменения. Так, например, вместо пятиконечных звезд на почтовой улице засияли кружева, стилизованные под кадомский венис. Приятные мотивы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...